Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня Тиферет Нецеха и глава Эмор. Тиферет Нецеха. В этом мире мы не одни, и всегда большая часть наших успехов в той или иной степени зависит от людей, с которыми мы вместе живем, работаем, с которыми умеем ладить. И если в этой области мы будем действовать правильно, это сделает нас намного-намного сильнее. Вот в этом урок сегодняшнего дня. Подумайте о том, кто вас окружает. Самое ценное, что дает нам Бог, это жизнь. И Он дает нам ее на равных условиях. Каким бы ни был достаток, какой бы ты ни был человек, у тебя есть только 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И год отведенный, вот года отведенные на жизнь, они разные, но это уже немножко другое. Именно с этим связан еврейский календарь, о сути которого рассказывается в этой недельной главе. Вот почему глава ЭМОР так важна. Она устанавливает нам еженедельный, ежемесячный, годовой график освещения времени. Тора заставляет нас помнить, что часто забывает современная культура. В нашей жизни должно быть время, когда мы сосредотачиваемся на вещах, которые придают смысл жизни. А поскольку мы являемся, ну, социальным, так сказать, таким животным, я знаю, объектом, то самое важное время, это то время, которое мы разделяем с кем-то. Еврейский календарь направлен на это, на время, которое мы разделяем. Нам необходимо время, когда мы можем напомнить себе историю о том, откуда мы вышли, куда идем, что вообще это такое. Это Пейсах. Нам нужен моральный кодекс, внутренняя спутниковая навигационная система, которая будет вести нас через такую пустыню времени. Это Шавуот. В этот момент, когда мы переживаем момент, как предки стояли у горы Синай. Нам нужно необходимо напоминание о краткости жизни, о необходимости разумно использовать отведенное нам время. Это Рошашана, когда мы стоим перед Богом на суде и просим, чтобы нас записали в книгу жизни. Нам нужно время, когда мы можем осознать свои ошибки, извиниться за плохие поступки, исправить, просить, просить. Это Йом-Кипур. Мы должны помнить о себе, что мы находимся в таком путешествии, что мы, написано, чужаки на этой земле. И это Суккот. Мы выходим в поле. Иногда нам нужно отступить от давления времени, от работы, от всего этого, осознать свои какие-то простые человеческие вещи, найти баланс между душой и телом. Это Шаббат. Несомненно, большинство людей, по крайней мере, мыслящих людей, осознают, что эти вещи очень важны. Но одного осознания недостаточно. Это элементы, они становятся реальными, когда их проживаешь. Поэтому мы проживаем год за годом одинаковый набор праздников. Современное общество приспособлено к тому, чтобы отвлекать нас от мыслях, от ухода из этого мира, от смерти. Реклама создает мир, в котором каждый человек вечно молод. Стариков вообще закрывают дом престарелых подальше от глаз. 50 лет назад предсказание было самое распространенное, что все будет автоматизировано, кругом роботы, рабочая неделя сократится до 20 часов в неделю. Только чем занять себя будет проблема. Вместо этого большинство людей работают все больше и больше. Люди еще надеются найти смысл жизни, но они все больше путаются о том, как может выглядеть эта достойная жизнь. Это сегодня просто тупик. Поэтому жизнь по еврейскому календарю, это правильная жизнь, когда вы хотите испытать, а не просто продумать вещи, которые придают смысл жизни. Знаете, как пришел к раввинам Хасид и говорит, он учился у него к учителю, как ты планируешь прожить жизнь? Он говорит, я хочу поступить теперь в университет, а потом женюсь, а потом буду работать, обеспечить семью, а потом доживать буду век свой с внуками, а потом умру, наверное. А потом? Ученик задумался, не знаю. А Рэба говорит, пока ты не ответил себе на последний вопрос, другие вопросы уже не так важны. Это так же, как пришел к Хасиду, к раввину бывший Хасид, его попрощался, он говорит, слушай, а почему ты сына забрал из религиозной школы и отдал юридически там в Америке? Он говорит, Рэба, вы не понимаете, если он закончит этот университет, он будет обеспечен до 120 лет. Правильно вздохнул Рэба, а что будет дальше? Вот об этом всем надо задуматься. Представьте себе, что существует банк, который каждое утро зачисляет на ваш счет 86 тысяч 400 долларов. И каждый вечер списывает их полностью с остатком. Все, что вы не использовали в течение дня. Что бы вы делали? Вы, конечно, тратили, снимали максимально. Вот у каждого из нас есть такой банк. Каждое утро этот банк кладет на наш счет 86 тысяч 400 секунд. Каждую ночь этот банк снимает со счета потери времени, которые не были использованы для чего-то хорошего. Этот банк не позволяет накоплений, не использует остатков. Мы можем жить только настоящим депозитом этим сегодняшнего дня. И лучше потратить его на хорошие вещи, на счастье, на успех, на улыбку, на общение с детьми, с миром. Время идет. Используйте его по максимуму в течение дня. Вот о чем говорит нам эта неделя. Время это единственная невосполнимая ценность. Ничто не дается нам так легко и не стоит так дорого. Время никого не ждет. Время это уже история. Вот сейчас мы с вами поговорили, она уже ушла вперед и так далее. Надо ценить время, надо любить время. Браховать лоха, чтобы мы нашли правильный баланс между душой и телом.